В небе над авиационным полигоном в израильском Ришон-Лиционе. В эти дни можно увидеть баражирующие беспилотники, а на земле танки, тоже работающие на дистанционном управлении. В городе открылась выставка дронов и роботизированной техники, где каждый желающий может посмотреть на еще недавно засекреченные аппараты. Репортаж Сергея Услендера. Работают они в паре. Самолет Херон носится над позициями условных боевиков. Спрятаться невозможно. Чувствительные камеры позволяют разглядеть даже время на наручных часах. По команде с воздуха в атаку идет танк. Внутри машины никого. Военные все сражения видят издалека на мониторах. Их задача только нажимать на кнопки управления. Вся эта техника в пилотах и водителях не нуждается. Общий смысл всей этой техники – людям больше не надо рисковать жизнью. Это раньше пилоты, например, вертолетов доставляли снабжение на линию фронта под огнем. Теперь это будут делать вот такие беспилотные аппараты. Здесь их называют ослики. Стоит такой ослик, правда, очень дорого, но зато летает абсолютно без участия человек. Все это не фантастический роман. Как только аппарат пройдет летные испытания, он поступит на вооружение армии обороны Израиля. Военные сейчас без использования дронов не делают буквально и шага. Пока свои беспилотники есть у каждого батальона Цахала, а в перспективе аппараты будут в каждом взводе. Мы разработали беспилотник вертикального взлета. Он поднимается вверх, как вертолет, потом разворачивает винт и летит уже, как самолет. В разобранном виде он помещается в рюкзак, то есть любое подразделение может взять его с собой и использовать, где понадобится. Уже сейчас дроны умеют не только наблюдать, но и нападать. Вооруженные ракетами американские Predator, что в переводе означает «хищники», кружат над Афганистаном. Разработан даже робот-камикадзе. Вот съемки его испытаний. Дрон летает над заданным районом и ждет, когда неприятель включит свой радар, потом наводится по его лучу и взрывает корабль условного противника. Минимум действий со стороны человека во время эксплуатации. Вот наша главная задача. В идеале это должно быть так. Нажал красную кнопку и пошел пить кофе. А дрон сам взлетит, найдет противника, уничтожит и вернется. Главные посетители выставки, разумеется, военные. Курсанты офицерской школы ВВС во всех подробностях выясняют технические параметры и особенности оборудования. Им его предстоит эксплуатировать. И это совсем не компьютерная игра. Те, кто управляет беспилотниками, так и называют пилоты. И учатся они наравне с будущими летчиками-истребителями. Сергей Услендер, Ближневосточное бюро, Артевяй.